Друзья, день добрый. Тема, которую мы сегодня будем освещать, это тема связанная с тем, где проще работать, где легче работать и где проще и легче покупать инструменты. Грубо говоря, в Америке, либо Россия, Украина, Казахстан, Молдова, я не знаю, Беларусь и соседние страны. Я сейчас буду, посчитаю, как бы кратко, вкратце, очень вкратце, очень, очень грубо. Плюс, минус, там, давайте мы не будем придираться. Я даже доллары канадские к этим, вот, к американским приравняю для простоты расчетов, хотя они отличаются почти на 20%. Давайте мы будем исходить из того, что стоимость инструментов, мы не берем китайские инструменты, естественно, они дешевле. Средняя цена стандартных фирменных инструментов, да, монометрическая станция, не знаю, там, вакуумный насос, какой-нибудь там Шерпавел, Деволтовский, Макита, Тоши, Бабоши и так далее. Он будет приблизительно одинаковый, потому что некоторые даже инструменты США заказывают, потому что получается дешевле, качественнее и так далее. То есть, да, естественно, он будет отличаться, но в среднем, в среднем, одно, давайте будем считать, вот, средний инструмент, в среднем приблизительно одинаковая цена, что в странах СНГ, бывшего СНГ, что в Червудочном, бывшего СНГ, что в Америке. Ну, вот, теперь смотрите, по ремонту appliance, appliance repair, то есть, по ремонту бытовой техники. Какой профит, то есть, доход получают люди, мастера от ремонта, стандартного ремонта, стиралки, сушки, посудомойки, я не знаю. Ну, давайте, предположим, вот стандартный ремонт, мы сейчас не берем, там, в замену подшипников, либо, там, не знаю, в ремонт электроники, хотя, ладно, тоже можно взять, потому что здесь это будет не ремонт электроники, а замена всей платы. Замена ручки, я не знаю, там, замена сливного насоса. Какой у вас будет доход, который вы положите себе в карман? Ну, мне кажется, если это будет 30 долларов, мне кажется, я скажу, что это много, мне кажется, ближе к 20, средний. То есть, вы приехали, например, там, прочистили фильтр, я не знаю, там, приехали, поменяли ручку на стиральные машинки, приехали, я не знаю, прочистили слив, поменяли тен. Какой профит? Ну, напишите, как бы, вот в среднем, вот реально, да, где-то, я понимаю, будет дорогой заказ, там, ремонт электроники, где-то, там, я не знаю, будет замена какой-то дорогой запчасти, что-то еще, то есть, вы на запчасти что-то там накинете. Вот, вот, в среднем, где-то, наверное, 20-30 долларов, приблизительно, это тот плюс, который у вас будет. Напишите мне, я могу ошибаться, потому что я немножко останусь на цену. Здесь средний профит, если вы делаете негарантийный заказ, гарантийный, мы, наверное, чуть позже вернемся, вот вы пришли, отремонтировали, минимальная стоимость работы будет приблизительно 120 долларов. Это минимальная стоимость работы, 130 долларов, если даже быть более точным, это самый минимум, который здесь берется. Плюс профит с запчасти. Напоминаю, что мастера, либо фирмы, которые занимаются запчастями, они, обыкновенный клиент не может купить, за что, честно говоря, очень благополучно, кто сейчас со мной не согласится, но я считаю, что это просто замечательная идея, то есть, не давать возможности, ой, сейчас кто-то меня по мне побьет, обыкновенным клиентам покупать запчасти. Они могут их купить, они могут прошерстить весь интернет, начиная от Амазона, заканчивая частными компаниями. Везде цена будет плюс-минус одинаковая. Но, если вы мастер, если вы контора по обслуживанию техники, у вас будет скидка от 25 до 60% на запчасти. Теперь смотрите, если ваша запчасть стоит, предположим, в среднем, давайте опять же возьмем 150 долларов для простоты. Объясняю, почему здесь сливных насосов нет по 10 долларов. Ну нет, такой вот здесь самый дешевый, наверное, насос будет стоить долларов 30 и за него возьмут все равно 150, понимаете. Вот, грубо говоря, так. Не, ну есть как бы дешевые вещи, хотя все равно там накидывается тоже в любом случае минимум полтинник. Посмотрите, минимум полтинник накидывается на запчасти. Это как здрасте, либо больше, например, если это control board, то есть, сама плата, надо здесь поворачивать, сама плата, я не знаю, там, какая-нибудь ручка какой-нибудь, да что угодно. Нагревать сливной насос, дверь, стекло, резинка, то есть, и того, смотрите, минимум 50 долларов, а реально где-то там будет минимум в среднем, потому что здесь как бы вся техника дорогая, большая. Здесь нет стиральных машинок по 300 долларов. Здесь самые дешевые стиральные машинки это 900 долларов минимум и выше. Здесь холодильников не бывает по 400 долларов и 500, нет здесь таких холодильников. Здесь холодильник стоит, ну, минимум полторушку, а стандартно 3, 5, 7, 9 тысяч долларов. Холодильник, я сегодня делал холодильник, который стоит пятнашку, понимаете, 15 тысяч. Вопрос, сколько стоят будут туда запчасти? Ну, вы сами понимаете. Теперь вот, как бы, следующий момент. Вот, то есть, грубо говоря, если мы не говорим, что это карантинное обслуживание и 130 долларов работы и 50-70 долларов вы получаете на запчасти. То есть, у вас профит, доход, который вы в итоге получаете, с одного заказа минимум 150 долларов. Смотрите, последний раз я менял, ну, это вот было так получилось, я менял подшипники на стиральной машинке Samsung. Мой профит, доход чистый, составил почти 430 долларов. Но эта стиральная машинка, это замена подшипников, тяжелая работа. Поэтому мы уменьшаем даже 450 долларов. Давайте уменьшим в три раза. 150 долларов доход. В Украине, России, ну, давайте возьмем Украина, Россия. То есть, там две большие страны. Мы не говорим сейчас, там, Казахстан, Молдова, я не совсем уверен, там, Белоруссия. 20-30. Когда у вас остается заказа 100-150 долларов? И когда у вас остается заказа 20-30 долларов? Скажите, пожалуйста, где проще застать, заправить машину? Где проще после этого купить инструменты? И следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, когда у вас доход 100 долларов с заказа, да? Скажите, пожалуйста, вы пойдете покупать шуруповерт за 30 долларов? Нет. Знаете, почему? Если он вас повезет, подведет, вы просто потеряете время. Вы потеряете это время. Вы не сильно заморачиваетесь. Вы покупаете дорогой шуруповерт. Вы покупаете дорогие инструменты. Почему? По той простой причине, что ваше время стоит гораздо дороже, чем... Как там говорят? Радость от низкой цены длится гораздо меньше, чем разочарование от плохого качества. Соответственно, если вы понимаете, что этот инструмент вас подведет, то вы потеряете на нем гораздо больше денег, чтобы вы сэкономили. Плюс удобство работы. Дорогой инструмент не просто так дорогой. Он удобный. В нем есть какие-то плюшки. В нем есть какие-то удобства. Есть какие-то моменты. Какие-то вот такие вот... Ну, что я вам буду рассказывать, чем отличается дешевый инструмент от дорогого. Естественно, отличие есть. И очень большое. Соответственно, ваш инструмент качественный. Вы можете позволить себе больше инструмента возить. Он будет более хороший. Будет лучше работать. Будет меньше вас подводить. Соответственно, здесь получается, почему многие смотрят, откуда ты такой инструмент купил? Да потому что человек, например, если этим профессионально занимается, он вообще не будет заморачиваться. Он просто идет и покупает, не знаю, Hilti и забывает, понимаете, если он, например, весь день купит, я не знаю, там, шуруповый гипсокартон, да, он не будет покупать китайский шуруповый гипсокартон. В худшем случае он кишет, купит какой-нибудь там метабо, хитачи, ну, есть прям вот очень плохой, он купит там Devolt или Myluwoki, ну, это прям вот нужно уже, что называется, не любить себя. А так он не заморачиваясь, пойдет купит себе Hilti и на этом как бы все закончится, он даже думает ни о чем не будет. Почему? Потому что он с помощью этого инструмента зарабатывает деньги. У нас, СНГ, это все гораздо сложнее. Почему? Я помню себя, мы все равно пытаемся где-то экономить. У меня шуруповерт, понимаете, я сюда приехал, я его купил, заказал, я его купил у нас на седьмом километре в Одессе, я его сюда привез в Канаду, в Канаду привез шуруповерт. Я думал, что, понимаете, здесь вот я им буду пользоваться, он бушон классный, удобный, со встроенной там вот аккумулятором, в ручку вставляется, все остальное. Я его как привез, да, но какое-то время, вы знаете, я даже им пользовался, я могу сказать. Потом, когда я получил первую зарплату, я получил вторую зарплату, я подумал, что я буду мучиться, я пошел купил себе комплект Деволта, так себя обидел, да, две минуты назад. Купил себе комплект Деволта и все. Сдал бы, вы знаете, вот если бы как бы так же было все сразу, я бы, наверное, действительно взял бы себе, наверное, бы сразу Хилти, не знаю, может быть, Митабо. И потому что Деволт здесь, знаете, так. Я помню, у нас Деволт, о, Деволт, классно. А здесь вот, что-то потреб. Ну, уже, знаете, уже как бы, уже почти все, Деволт, я имею в виду, потому что аккумуляторы подходят, это удобно. Я не скажу, что это плохой инструмент, хороший. Но я не скажу, что я им зарабатываю деньги, поэтому как бы абсолютно нормально. У тех, кто работает профессионально, они покупают дорогой инструмент и не парятся. Поэтому давайте подведем итог. На гарантийные заказы мы так и не переключились, когда в следующий раз мы их сможем. Где проще покупать инструмент, естественно, там, где заработок выше. Где заработок выше, там, где больше платят. Где платят больше, как ни странно, это в Америке, потому что здесь и устройство дороже, и люди больше зарабатывают. И время ваше здесь самый ценный ресурс. Поэтому здесь никто, например, платы не паяет, потому что вы за замены платы, если вы поменяете эту плату, заработаете больше, чем если вы ее отремонтируете. Вот уникальность такой. Плюс, понимаете, одно дело, вы сидите с платой, и есть шанс, что вы ее вообще не почините. Плюс вы должны на нее дать гарантию. А это другой вопрос, что вы пришли, поставили новую плату, новую, и вообще не заморачивайтесь, что с ней что-то случится. Вот такая вот система. Все, друзья, большое спасибо. Надеюсь, был максимально краткий и информативный в этом вопросе. Напишите свое мнение по поводу заработков, по поводу отношения к инструментам, по поводу стоимости среднего заказа. Среднего. Учите много факторов. Я понимаю, что хочется написать, чем больше, тем лучше. Ну вот. А может, наоборот, кто-то меньше напишет. Все, спасибо. Жду вашей ответной реакции. Божьих вам благословений и мудрости в это сложное время. Пока.